Хочешь порядка, начни с себя и заблати долги. Особенно, когда дело касается земельных и имущественных налогов. Ведь процент с этих отчислений поступает в районный бюджет, что затем материализуется в чистые улицы, уютные детские площадки и ремонт квартальных дорог. В Кубышевском районе постоянно проводят работу с недоимщиками, напоминая о том, что деньги пойдут на благо горожан. Мы к этому призываем, мы вот разъяснительные беседы с ними проводим, в компаниях информационных об этом говорят, да, люди должны платить налоги для своего же блага. У нас норматив 10% от земельного налога и 50% от имущественных налогов. Это поступает в бюджет Кубышевского внутриградского района. Все остальные остаются в городском уровне. Комиссии в Кубышевском районе проводят регулярно. Эта встреча стала уже десятой. Всего для разъяснительных бесед уже пригласили представители 132 организаций и 266 физических лиц. Разговор с членами комиссии имеет свой результат. Большинство должников после этого как минимум частично возвращают сумму или выясняют настоящие причины образования задолженности. На сайте Федеральной налоговой службы находится интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика физического лица, через который налогоплательщики могут узнать состояние расчетов с бюджетом, проконтролировать начисленные суммы, оплаченные суммы, проверить объекты налогообложения, которые за ними числятся. Эксперты напоминают, чтобы не возникало проблем, все начисления за 16-й год должны быть оплачены до 1-го декабря. Если есть вопросы к налоговым инспекторам Кубышевского района, их можно задать в дни открытых дверей 27 и 28 октября, а также в инспекции по будням с 9 до 18 часов, а по вторникам и четвергам до 20 часов. Андрей Горбуленко, Григорий Кришаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok